Хэй-хэй-хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и мы с вами продолжаем играть с замечательной группой под названием Хорошая пицца. Отличная пицца! Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. И если вы хотите попасть... В следующую подборку оставляйте комментарии. Что это такое? Приветствую вас, владелец популярной пиццерии. Ваша доблесть поразила ряды нашей организации, последователей священных ингредиентов. Возможно, вы заметили наш домик через дорогу. Эээ, да, замечал. Соусовицы получили видение превосходной пиццы, поэтому мы намерены проверить вас на испытание таланта и вкуса. Но пока нам нужны три пиццы. Одна с мясом, вторая с овощами и третья ничем из перечисленного. Обалдеть! Так, одна с мясом, ну это понятно. Одна с овощами и третья с ничем. То есть это просто пустая получается соусом и сыром, что ли? Ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем. Окей. Я принял вызов. Попробую это сделать. Так, и мне, значит, надо попытаться сделать их просто суперидеально, ребят. Я не знаю пока, что это за ребята. Там я видел среди их козла какого-то. Не знаю, что это такое. Но посмотрим. Так, аккуратно. Все выкладываем, ребят. Просто в идеальном порядке. Таким образом, чтобы к нам было вообще не прикопаться. Чтобы все было просто идеально. Так, мясная пицца в принципе уже почти готова. В принципе, я уже почти готов ее отдать. Кстати, у них 100%, смотрите, не уменьшается. То есть можно в принципе сколько угодно готовить эти пиццы. Вроде бы они не будут против, если я буду делать это долго. Так, далее. Далее. Овощная пицца. Вегетарианская, то бишь. Ну ладно, попробуем. Попробуем сделать. Я так думаю, что сыр и соус нужен и там, и там. Потому что в принципе вроде бы они ничего не говорили по поводу этого. Так, грибочки аккуратно кладем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вроде бы норм. Вроде бы норм, ребят. Я, если честно, очень удивлен. Я не ожидал, что кто-то к нам такой придет. Целая делегация, можно сказать. Но вроде бы мы с вами справляемся с их супер заданием. Тем более, что их задание не совсем бесплатное. Они нам за него очень неплохо заплатили. 40 баксов. Это все-таки очень хорошие денежки. И если они еще и чаевые хорошие ставят, то я буду вообще идеально рад. Так, давайте, давайте. Блин, вот с перчиком, конечно, сложно. Вот лук и перец, ребят, это два моих заклятых врага. Просто два моих заклятых врага. Так, и обычную маргариту, я так понимаю. То есть чисто соуседский и чисто сырецкий. Два моих давних друга. Мистер Соус и Мистер Сыр. Прошу. Я не буду там заморачиваться на тему того, что у меня там пицца не идет сейчас, потому что там она застряла немного. Потому что у них все равно 100%. Это абсолютно нормально. Так, одна пицца готова. Порежем ее тоже ровненько. Тоже ровненько, ребят. Пицца номер раз. Мясная пицца номер два. Овощная. И пицца номер трис. Ничего из вышеперечисленного. Это ни овощи, ни грибы. Это просто пицца с сыром. Все. Ну что, проверим, ребят. Проверим. Так. Отлично. Ваше первое испытание начинается на рассвете следующего фестиваля. Пиццы. Перед этим мы пошлем вам кое-что, чтобы расширить ваш что-то там ассортимент, что ли. Ну, короче, они и заплатили нормально. Дай-ка мне луковую с перцем, приятель. Блин, ребят, это просто бомба. То есть у нас с вами уже 400 баксов. Уже. То есть осталось совсем чуть-чуть, и мы сможем с вами уже купить соусоукладчик. Это, кстати, офигенно. Вот это, конечно, внезапное было появление прямо в начале дня. Они разнообразили нам серию. Так, луковую с перцем. Кстати, два моих заклятых врага, опять же, объединились против меня. Как же я их не люблю. Раз, два, три. Раз, два, три. Видите, очень сложно укладывать. Если честно, то еще и рука, ну, как бы кисть руки начинают болеть очень быстро, когда ты укладываешь пиццу, потому что очень надо все грамотно разложить, из-за этого могут быть проблемы определенные. Именно с тем, что, ну, болит просто кисть немножко. Так, ладно. Давайте мы сейчас здесь попробуем аккуратненько все выложить. Так, заготовочка есть. Луковая с перцем, в принципе, уже готова. Кстати говоря, мы четверть дня на это потратили, на этих ребят. Ну, ладно, ничего страшного, в принципе. Ничего страшного, потому что мы получили за это хорошее денежки. Почти идеально. Фантастика. Еп. Идем дальше. Идем дальше. Что ты скажешь? Дайте мне трюфельную пиццу. Ноль разрезов. Это что? Грибы? Не режьте. Блин, так у меня... Вот мне очень не нравятся такие задания. Трюфельная пицца. Я знаю, что трюфели это грибы, но у меня-то нет именно трюфелей. Это шампиньончики. Это, ну, это... Ребят, любой, кто видел шампиньоны, поймет, что это... Это именно шампиньоны. Зачем говорить трюфельное? Вот что я не могу понять. Просто не понимаю. Просто, ребята, не понимаю. Я просто на всякий случай у него переспросил, потому что он побоялся, что, может быть, реально в игре есть трюфели. Просто я их еще не получил. Я поэтому хотел у него уточнить. Ну, да ладно. Ладно, ничего страшного. Вроде бы пицца нормасная вышла. Не так уж прям красив... Он сказал, ноль разрезов я... Все нормально. Все хорошо. Спасибо, дружище. Просто спасибо. Он меня пожалел. Болчевые даже. Хочу пиццу сыром, сверху лук и пепперони. Еще сделать ее темной. Не вопрос. Так, теперь давайте мы все-таки, ребята, более как-то ответственно подойдем. Что-то я забыл по поводу... Ну, все-таки, ребята, у меня все мысли сейчас именно о той делегации утренней. Сверху лук и пепперони. Так, давайте сначала... Да, фух. Блин, я почему-то подумал, что лук и перец. Ну, у меня прям реально все мысли об этой делегации. Я пока просто в шоке пребываю. Не совсем понимаю. Все-таки, что они от меня хотели? Какие-то... Они, не знаю, может быть, сектанты какие-то пиццерийные. Может быть, они там, не знаю, как там... Какие бывают секты, ребят? Бывают там, не знаю, адвентисты пиццерийного дня или типа того. Так сделать темный. Давайте я пока что выложу соуседский. Соуседский подготовлю. И сейчас надо будет отправить ее на второй круг прожарки. Давайте. Давайте. 400 баксов, ребят, очень неплохо. Очень хорошо даже, я бы сказал, потому что... Ну, я думаю, что пятихат мы с вами заработаем достаточно быстро. Надеюсь, что уже в следующей серии у нас с вами будет соусоукладчик. И мы сможем его вполне себе использовать. Надеюсь, что это будет именно так. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Готово. Держи. Пожалуйста. Средненькая пицца. Хотя это заняло немного времени. Блин, ну вот ему что-то не понравилось. Ну, такое тоже бывает, конечно. Привет, сосиски. О, это мой любимый заказ. Просто мой любимый заказ, ребят. Все коротко, все ясно. Ничего не нужно запариваться. Тупо сосисочки разложил. Красиво. И все. Раз-два, раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два, раз-два. Раз-два, три. Раз-два, три. Все. Вот такая вот пицца. Очень даже простенькая. Без каких-либо, опять же, напрягов. Все очень легко мы с вами сделали. Так, у нас с вами уже половина дня где-то прошли. Кстати, надо поспешить. Надо поспешить. Как можно больше клиентов еще обслужить. Потому что не хотелось бы оставлять свой день без хорошего заработка. Надо как можно больше заработать. Прошу. Мадемуазель, держите. Держите. Хорошо, да? Да, а что вам не нравится-то? Я вроде все хорошо делаю. Эй, что вам не нравится? Хочу пиццу с сыром, а сверху лук и пепперони. Два кусочка, просто пополам. Так, пиццу с сыром, а сверху лук и пепперони. Вроде бы мы такое уже делали даже. Так, ладно. Давайте сырком засыпаем. Я попытаюсь на этот раз все сделать прям реально очень четко, ребят. Прям все по максимуму. Сверху лук и пепперони. Давайте пепперони сначала кладем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И лучок. Лучок просто раскладываю прям на пепперони. То есть даже не запариваюсь, ребят. Даже не запариваюсь, просто кладу на пепперони. Я думаю, что сейчас это должно реально хорошо засчитаться. Потому что мы с вами вроде бы как-то нормально все сделали. Так, и надо пополам обязательно порезать. Не забыть, что не нужно резать непонятно как. Нужно просто пополам. Так, давайте аккуратненько. Заготовочка есть. Хорошо. Так, пополам. Ну, я просто по вертикали вот так вот разрежу. Красивенько. Все, готово, готово. Держи. О, хорошо. Мне нравится эта пицца. Вот другое дело. Это такая реакция. Это прям по мне. Древние греки мазали оливковым маслом свои тела, чтобы очистить себя. Странно. Так, я не буду переспрашивать, потому что я не хочу терять время. Но, я так понимаю, что она хочет оливковую пиццу. Ну, вот опять, кто, ребят, вообще в пиццерию приходит и говорит такие вещи? Вот вы мне скажите. Может, кто-нибудь работал на доставке пиццы или кто-нибудь в пиццерии работал? Ребят, просто напишите в комментариях, как вообще вам хоть раз такое говорили, хоть что-то подобное? Я сильно сомневаюсь, что хоть что-то подобное вам говорили. Так, у нас с вами еще есть два игровых часа, чтобы обслужить клиентиков. Надеюсь, что нам что-нибудь интересное. Еще какое-нибудь задание придет интересное. Так, она ничего не просила? Нет, ничего дополнительно не просила. Сделать ее темное тоже не просила, поэтому мы просто ей ее, собственно говоря, отдаем. Держи. Супер, спасибо. Офигенно. 415 уже у нас есть долларов. Я уже надеюсь, что мы завтра... Так, в следующей серии мне нравится оливковая пицца без сыра, потому что она выглядит, как божья коровка. Два кусочка. Так, оливковая пицца без сыра. Окей. Кстати, реально похоже на немножко... Ну-ка, ребят, давайте попробуем. Давайте посмотрим. Оп, оп, оп. И здесь вот так по бокам. Офигенно. Ну, реально немножко похоже на божью коровку. Ну, не то, чтобы сильно, конечно, но похоже. Так, два кусочка надо будет тоже порезать пополам. Тоже не забываем про это. Так, у нас с вами осталось полтора игровых часа уже, ребят. Уже осталось полтора игровых часа. Надеюсь, что мы с вами опять же успеем подзаработать немножечко. Так. Так, потому что вот за эту пиццу мы много, конечно, не получим из-за того, что она без сыра. Обычненькая такая лепеха. Леха-лепеха. На. Ничего особенного, но это хорошо. Ты и заказ делал. Ничего особенного, скажем так. Могу ли я получить этот вкусный-вкусный лук? Пепперони и сосиски. Сделать ее очень хрустящей. Вкусный лук, пепперони и сосиски. Так, значит, давайте сначала выложим пепперони и сосиски. Это самое вроде изичное. А вот потом уже займемся луком. Так, так, так. И еще разок то же самое сделать с другой стороны. И вот здесь вот по три сюда и три сюда. Теперь сосисочки просто кладем туда же. И лучок мы тоже положим сверху. Кстати, вот это очень вкусная пицца. Вот такую пиццу даже... Она, по-моему, реально в реальном мире называется мясной пир там или мясной изобилие. Как-то так. То есть это чисто мясо и лучок. Кстати, я вот лучок немножко неправильно положил в центре. Ну ладно. Никого страшного, я надеюсь. Так, давайте еще. И еще соус закладем. Я думаю, ребят, что мы еще один-два заказа точно успеем сделать. Я думаю, что даже два, скорее всего. Скорее всего, даже два заказа успеем. Ну вот этот лук прям выбивается. Блин, обидно. Так бы красивая пицца была. Нет. А, нифига себе. Раньше так нельзя было делать, по-моему, ребят. Раньше, по-моему, порезанную пиццу нельзя было снова класть на прожарку. Слушайте, это просто спасение. Я почему-то уже... Вот у меня в самом начале приход ко мне этих людей странных. Меня выбило из колеи. Ни одна пицца не сравнится с той, что в моих руках. Хотя я стояла здесь какое-то время. Да, но... Я, по крайней мере, принес правильную пиццу. Вот. Могу ли я получить одну только с овощами, без базилика и одну с только пепперони и сосисками? Да, сделайте их хорошо запеченными. Так, сейчас будем проверять. Потому что у нас уже времени на следующего все равно не хватит. Так, одну только с овощами, без базилика. Это изи. Это изи. Чисто вегетарианская пицца. С сырком, без всего остального. То есть, это мы легко с вами сделаем. Потому что базилика у нас все равно с вами нет. Как бы, поэтому это вообще легкотня. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Оливочки тоже кладем. В принципе, ребята, это хорошее завершение дня. Потому что сразу две пиццы. Причем за довольно неплохие денежки. Поэтому, если не будет никакого возврата, если мы с вами никакой косяк не допустим. Ну, а точнее, именно я не накосячу. То все будет просто огонь. Просто огонь. Так. Все. Выложили. Теперь перчика немножечко тоже, конечно, давайте добавим. Без перчика никуда. Потому что он все-таки попросил овощину. Правильно. Правильно. Так. И вторую он попросил только пепперони и сосиски. Хм. Хорошо. Я надеюсь, что только не имеется в виду, чтобы мне просто на лепешку их выложить. Наверное, он все-таки имел в виду с соусом и сырком тоже, как и должно быть. Так. Насыпаем здесь по максимуму. Кстати, можно, в принципе, на второй круг уже отправить пиццу. Давайте отправим, чтобы она у нас тут пока готовилась. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот эта пицца, кстати говоря, для меня почему-то самая простая является. То есть, чистые пепперони и сосиски, это, ну, я, конечно, не считаю, там, просто сырную, там, или просто лепешку. Вот именно из более-менее с начинистых, мне кажется, что вот эта пицца самая лучшая. Проще всего ее делать. Так, давайте режем ее. Режем, конечно, как всегда, грамотно. Все, как должно быть. Я знаю, ребят, что многие писали в комментариях, что можно просто резать пополам, можно там вообще не резать. Я предпочитаю резать именно так. Кстати, мы по настроению ему вообще не укладываемся, не знаю почему, вроде бы делали все нормально. Но у него сейчас уже будет красная рожица, и это достаточно печально, я вроде бы старался. Ай, ну давай, пицца, быстрее, езжай, плиз, плиз, 25% осталось, нет. Отдал. Я не просил грибы. Стоп. А она разве не овощная была? Лол, странно. Ну, окей. Так, улучшение. Широкий рабочий стол. Дополнительное место для начинок. Офигенно. Ребята, давайте, давайте. Дополнительное место для начинок у нас уже есть. Так, аниматор. Все это мы пока делать не будем, потому что у нас надо будет обязательно сделать соусоукладчик. За 500... Ой, блин, здесь еще 20 долларов потратить. Ну, да ладно, ничего не поделать. Ничего не поделаешь. Друзья, ну что, я думаю, что на сегодня все. Спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Надеюсь, что видео вам понравилось. Надеюсь, что вам понравились новые вот эти посетители. И, конечно же, надеюсь, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал, поставите колокольчик и все остальное. С вами же был Чинацкий. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok